Век живи, век учись, гласит народная мудрость. Казалось бы, выучился и работай в свое удовольствие, но в наше время, если хочешь добиться большего, снова садись за парту. В чем смысл образования любого, о чем бы мы ни говорили? Это дельта А, приращение. То есть то, что я не знал, стал знать. Не умел, стал уметь. Не чувствовал в себе, стал чувствовать. В одной из аудиторий алтайского филиала «Ранхикс» занятие по программе «Современные технологии оценки персонала». За новыми знаниями пришла Ирина Семеновна. Она уже 15 лет возглавляет Центр занятости населения Барнаула. Опыт большой, рассказывает женщина, любого сотрудника видит насквозь. Но, по ее мнению, курсы – отличная возможность повысить свою квалификацию. Поэтому и решила принять участие в программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Быть более интересными, более полезными для работодателей и для наших клиентов-соискателей. Увидеть человека, понять человека, найти в нем те качества, которые необходимо развивать, чтобы он был интересен на рынке труда, чтобы он сам мог продвинуться на рынке труда. И мы ему помогли. Вот для этих целей мы проходим здесь обучение. Стать участником программы и бесплатно пройти обучение могут пенсионеры, мамы в декрете, безработные, стоящие на учете в службе занятости и еще ряд наиболее уязвимых категорий населения. Обладая хорошими практическими навыками, несложно выучиться и на другую специальность. В этом, к слову, и суть федеральной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», благодаря которому у россиян в любом регионе страны есть возможность пройти бесплатное обучение по определенным программам на базе Ранхикс. Ну вот сейчас мы набираем на программу «Бухгалтерский учет бюджетной организации» очень много идут безработных. И категория 50+. Повысить квалификацию или пройти профпереподготовку можно по разным, но одинаково востребованным специальностям. Таргетинг, интернет-маркетинг, бухгалтерский учет, малый бизнес – и это далеко не весь перечень. Кстати, обучаться можно любым удобным способом – как в стенах вуза, так и онлайн. На курсах органично сочетаются и теория, и практика. Объем курса достаточно серьезный по часам – это 144 и более часов. И после овладения этими часами, всеми интенсивного овладения, тут же еще желание, опять же слушатели, играет большую роль, специалист получается достаточно такой основательный. Мы не отрицаем, что не нужно потом самообразовываться. Нужно. Но в любом случае базовые навыки, базовые знания, которые реально можно на практике применить, они получают. И можно смело менять свою сферу деятельности. Получить новую специальность тем, кто подходит по условиям проекта, легко. Нужно выбрать желаемый курс и заполнить анкету на сайте, который вы видите на экране. Далее подтвердить заявку на портале «Работа в России» и посетить Центр занятости населения для прохождения профориентационного теста, по итогам которого слушателю одобряют участие. До 15 ноября еще можно успеть подать заявку на программы обучения, предлагаемые президентской академией, и бесплатно освоить новую профессию уже в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok